В этом году начало недели детской юношеской книги в Центральной городской детской библиотеке имени Пушкина совпало с днём православной книги. Днём, когда 452 года назад Иван Фёдоров, первый на Руси книгопечатник, издал книгу «Апостол». С тех пор был создан не один духовный фолиант, а книжный фонд пополнился настоящими памятниками церковной литературы. Сегодня редкие экземпляры можно найти в библиотеках, которые всегда были проводниками между читателем и книгой. Библиотека, как такое хранилище книг, оно всегда привлекало и привлекает и будет привлекать к себе людей. И мы, как представители церкви, как люди, которые заботятся о духовном состоянии нашей молодёжи, нашего народа, конечно же, мы стараемся всячески способствовать тому, чтобы дети видели в библиотеке не только хранилище книг, но чтобы они видели в ней то место, куда можно прийти, пообщаться как со священником, так и с сёстрами милосердия, увидеть какую-нибудь постановку, пообщаться с теми же работниками библиотеки, которые им расскажут что-то интересное. Кроме выставки книг, гости мероприятия могли ознакомиться с экспозицией книжных закладок, подготовленной воспитанниками воскресной школы и эколого-биологического центра. Бумажные тканы с орнаментом, рисунками и цитатами из книг. Разнообразие представленных работ поражало. Некоторые из них повторяли стилистику духовных книг или отсылали к их содержанию. Это такая древняя традиция закладки делать, потому что книги раньше писались от руки, были очень дорогими, ценными, редкими, и чтобы сохранность их была подольше сохранить, естественно, использовались закладки. Закладки были дорогими, но сейчас книги, хоть, может, они более в широком объёме представляются, но они также нам дороги, в первую очередь, по содержанию. В этом году неделя детской и юношеской книги особенно богата на мероприятия. Встреча с писателями, презентации, экскурсии, экологические путешествия и другие события. Все они направлены на популяризацию детской книги и чтения среди молодёжи. В среду у нас будет литературный вечер, посвящённый любовной лирике Тётчева, Лермонтова и Пушкина. В четверг у нас будет заседание клуба «Почемучки», посвящённый воде, а также у нас будет творческое заседание по бородинскому хлебу. В пятницу к нам приезжает писатель, гомельский детский писатель. В субботу, 19 марта, юных посетителей ждёт очередной сюрприз – мероприятие в гостях у сказки, которое завершит насыщенную неделю детской и юношеской книги. Продолжение следует...